Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Техника в поле. В регионе началась уборочная кампания. Жители просили установить скамейки, негде посидеть. И, конечно же, около скамеек какое-то урное освещение. Скамейки, фонари, асфальтовые дорожки. Парк ботаников в ближайшее время преобразится. Костюмированный праздник. Орловские моряки отметили день Нептуна. Символично. Рок-н-ролл для тех, кто любит любви. Рок-н-ролл о любви. Станут ли хиты группы РГ явлением в мире музыки? Генеральный партнер главных новостей – ПАО «Орелстрой». Губернатор Орловской области Вадим Потомский во вторник дал старт уборочной кампании 2017. Напомним, в этом году аграрии вышли в поле почти на три недели позже обычного. Виктория Яркова из Малоархангельского района. На территории Малоархангельского района располагается 13 воинских захоронений и мемориалов славы. За восстановлением одного из них, расположенного в деревне Дубовик, Малоархангельского района присматривает хозяйство Дубовицкое. Сюда, к мемориалу, во вторник прибыл глава региона Вадим Потомский. В 45-м году здесь проходили самые жестокие бои. В Орловской области это Малоархангельский район. Далее осмотр мощностей одного из ведущих сельхозпредприятий региона. В Дубовицком, рассказывал Вадиму Потомскому, нынешний директор Борис Волков, свои традиции по уборке урожая. Сегодня выпускать семена с каким-то замечаниями нельзя. Мы приобрели замечательную машину, немосепаратор, который позволяет сегодня выпускать чистейшие семена. Убирать и по цвету, допустим, горох. Самое приятное для хлеборобов – это приступить к уборке нового урожая. Хлеб в поле созрел, ждет своего часа. Началу страды старт дал губернатор Орловской области Вадим Потомский. Мы с вами пришли к хорошему результату и не в текущем ниже, чем в прошлогоднем. Ретар от трех лет. Мы всегда походим чуть больше, чем 3 миллиона тонн по региону пузырного культура. Рекорд у нас 336, давайте попробуем в этом году 337. Здесь же на глазах у аграриев 18 районов Орловской области Вадим Потомский сел за руль комбайна. Первый хлеб нового урожая им собранный. Кстати, в этом году планируют собрать урожай не меньше прошлогоднего. Все для того, чтобы был хороший показатель, результат в этом году есть. Техника 100% готова, запасы горючей таланты материалов готовы, запасные части оборудования, все в полном объеме. Не только в Малоархангельском районе во вторник приступили к уборочной кампании, но и в Тростнянском. Ждем влажность, которая должна позволить начинать уборку. Вчера влажность на пшенице была еще порядка 20%, на зимом рапсе была порядка 15%. В битве за урожай в Орловском регионе дан официальный старт. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. В Орловской области за последние полгода уровень безработицы снизился. Соотношение количества вакансий с количеством соискателей примерно один к одному. В настоящее время региональное управление труда и занятости предлагает орловчанам более 5000 вакантных мест. С подробностями Наталья Чунина. В Орловской области отмечено снижение уровня регистрируемой безработицы. Внушительные цифры привели на прошедшем заседании правительства. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, на 1 июля 2017 года составила 3955 человек и снизилась по сравнению с началом года на 12,5%. А относительно аналогичного периода прошлого года на 17,8%. В настоящее время в базе Центра труда и занятости порядка 5000 вакансий. Здесь же можно пройти профессиональную переподготовку, а также получить дополнительную профессию. За 6 месяцев 2017 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступило 542 безработных гражданина по 28% профессиям востребованы на рынке труда. Управление труда и занятости оказывает содействие и по временному трудоустройству. На летний период устроено 1520 подростков. Среди них есть те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Одним из значимых направлений деятельности областной службы занятости является оказание содействия в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для всех субъектов Российской Федерации были утверждены целевые показатели по уровню занятости инвалидов на 2017 год. В Орловской области этот данный показатель составляет 32,9%. Для достижения такого показателя в Орловской области необходимо устроить 661 инвалида. А в настоящее время на регистрационном учете стоит 237 человек. Трудоустройство возможно только в том случае, если есть кого трудоустраивать. Инвалиды сейчас, скажем так, не очень активно идут и регистрируются. Связано с несколькими причинами. Инвалиды боятся, что им будет снята пенсия. Есть объективные показатели. Если зарплата небольшая, то та доплата до минимума, до прожиточного, она, скажем так, теряется и они получаются тошно-тошно. Несмотря на хорошие показатели, в области трудоустройства недостатки все же есть. Это неучтенная безработица. Как отметил глава региона, к решению данного вопроса необходимо подойти основательно. На эту категорию граждан у нас в бюджете при 28, там, небольших миллиардов, консолидированных бюджетов 2017 года, 3,5 миллиарда – это неработающие усиления. Это больше 10%. При этом у нас нет сегодня возможности отследить, на самом деле эти люди не работают. Это достаточно сложно. Потому что нет заявительного, уведомительного какого-то порядка. Об этом неоднократно говорили в Государственной Думе, что надо какой-то механизм придумать для фиксации работающих граждан. Ну, вопрос достаточно непростой. Вот надо тут либо какую-то информационную политику менять с точки зрения предоставления рабочих мест. Вакансии есть. Главное – желание работать. Так, за первое полугодие удалось трудоустроить более 3,5 тысяч орловчан. Я обращалась по поводу трудоустройства. Парикмахер. Сказали, что в короткие сроки рассмотрят мою заявку и записали меня на обучение. В феврале я пошла и сейчас закончила. Сейчас свободное предпринимательство. Очень хорошо. Я сама буду искать для себя работу и работать. Одна треть опрошенных орловчан обращались в центр занятости, где им оказали необходимую помощь. Для того, чтобы к нам обратиться, достаточно паспорта. То есть человек приходит, смотрит работу, мы с ним общаемся. Если он хочет зарегистрироваться в качестве безработного гражданина, то кроме паспорта еще нужна трудовая книжка, диплом, справка о зарплате. Все остальное мы расскажем при встрече. Поэтому обращайтесь, будем вместе искать работу. Наталья Чунина, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Парк «Ботаника» – один из объектов, попавших в 2017 году в программу развития городской среды. Помимо него, текущим летом будут отремонтированы еще 76 объектов дорожного хозяйства. Тульский подрядчик, выигравший торги на реконструкцию парка, в минувшие выходные принял объект. Был снят слой асфальта. По проекту предполагается выполнение четырех видов работ. Это асфальтовое покрытие. Посмотрите, в каком состоянии асфальт. Это установка бордюрного камня. Третий вид работы – это установка скамейки. Жители просили установить скамейки, негде посидеть. И, конечно же, около скамеи какое-то урное освещение. Это вот та основа парка, которая первый этап будет реализовываться. Курировать работы в парке «Ботаника» будут и сами жители. К слову сказать, ими были собраны 600 подписей. Именно по этому объект оказался включенным в программу ремонта текущего года. На эти цели будет потрачено 2,7 миллиона рублей, большая часть из которых – средства федеральные. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Поисковики из объединения «Огненная дуга» в эти дни продолжают работу в селе Покровское. Там они заняты вскрытием госпитального захоронения, почти забытого и поросшего травой и сиренью. Поднимаемые поисковиками бойцы погибли в 43-м году в боях за «Орел». И скоро, в праздник, посвященный его освобождению, красноармейцы будут торжественно перезахоронены в могиле, которая уже не порастет быльем. Разворочена черна, вывернутая наизнанку землей и утыкана лопатами поисковиков. Такова окраина села Покровское уже несколько дней. А когда-то в эту землю втыкали лопаты другие. Те лопаты, которыми в 43-м рыли вот для них братскую могилу. Это сейчас по соседству огороды, с одной стороны, с другой прудик с гусями позади, заросли, сирени. А 74 года назад эти места даже не были селом Покровское. Здесь, не соврать бы, стояла деревня Хорошая, деревня Зубова и... Наши наступали со стороны Верховья, вот, и вот с этой стороны. Вот. Фронт шел вот так. Вот. Направление, движение вот в ту сторону. Вот как раз Алексеевка на Змеевку. Если верить сохранившимся в обл. военкомате документам, в этом пригорке лежит 241 человек. Это госпитальные захоронения. Первое было сделано в середине марта 43-го года. Последнее в августе. Один из госпиталей находился вот в той посадке. Один из госпиталей находился вот здесь на улице. И, судя по всему, были еще полевые палаточные госпиталя, но это уже, скорее всего, лето, вот здесь вот на поле. Мы по факту работ уже наблюдали следы абсолютно уникальных хирургических операций. Вот сегодня наблюдали следы операции на позвоночнике. Распиленные позвонки. Вот у человека четыре позвонка распилили. Пытались спасти. Пытались спасти, да. Это однозначно. Пытались спасти. Сейчас здесь работает несколько десятков поисковиков. Не только Орловский, но и отряды из Тулы, Подмосковья ждут Тамбов и Самару. Кто-то летом предпочитает курорты и санатории, а кто-то раскопы и поиск здесь как-то вернее. Ведь место экскурсий – история, которой можешь прикоснуться, и судьбы, которой ты сам сложишь в мешок. И здесь место all-inclusive и шведского стола – то, чем угостят местные, да еще сгущенка, с очень важным вкусом. На этой вахте я поднял первого своего бойца. Конечно, бойцов мы поднимали, да, и принимал участие в сгумации, во всем таком. Но сам никогда до этого я не натыкался на останки. Я это вот прям раз, воткнул лопату и все, нашел. У нас даже за это как бы у нас традиция есть, поощряют, дают банки сгущенку за первого бойца. Поисковики нашли это место, готовясь к вахте памяти 2017 и работая в архивах. Обратили внимание на документы, указывающие на ныне утраченное воинское захоронение. Отправились в разведку, стали опрашивать население и обращаться в администрацию района. Оказывается, да, здесь когда-то даже стоял деревянный памятник, пирамидка со звездой. Но вот все и слело. И истории про этот пригорок стали начинаться со слов, а вот старики рассказывали. В ситуации, когда на братской могиле кресты не стоят и вдовы на них не рыдают, бойцов было решено потревожить и переселить. От несмертельной для них раны, но самой важной, главные дырки в позвоночнике, которые распилил хирург, то есть от забвения, их всех спасут. Перезахоронение будет приурочено, конечно же, ко всем тем торжественным мероприятиям, которые запланированы на 5 августа освобождение Орла и Росковской области от немецко-фашистских захватчиков, на воинском мемориале в поселке Покровское в парке Победы. Кстати, поисковики говорят, что местные идут сюда потоком и благодарят поисковики за угощение, которое те приносят им к обеду. И немножко поисковики даже этого стесняются. Наверное, зря. Ведь так жители Покровского благодарят их за работу. И так опосредованно стараются сказать спасибо тем, кто снова увидел небо. Ведь не только для этого пацана, судя по принту на его футболке, дед авторитет. В этом же, имея в виду победителей, признается каждый. Сергей Быковский, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. О спорте. Орловские велосипедисты поборются за награды нашего земляка. Областная столица в среду 26 июля примет всероссийские соревнования на призы президента Федерации велоспорта Дениса Меньшова. Регламент соревнований – три дня. Первый этап – индивидуальные старты. Гонка в форме одиночных заездов с одноминутными интервалами, где главная задача – преодолеть за кратчайшее время фиксированную дистанцию. Как и на первенстве региона, маршрут личных заездов проложен по автодороге «Орел-Залегач-Новосиль-Ефремов». Один этап будет на Наугорское шоссе, то есть Болотовские дворы, Знаменское. И третий день, уже традиционно, мы проводим кольцевую гонку на Раздольный, то есть в районе супермаркета метро. То есть там очень такой зрелищный получается гонки, то есть да, они хорошо просматриваются. Заключительный этап шоссейной гонки пройдет в Орле 28 июля в пятницу. Внимание у водителей с 11 до 14 часов дорога по улице Раздольный с разворотом перед перекрестком с улицы Бурово и перед перекрестком с улицы Кузнецова будет перекрыта для движения автомобилей. Орловский бриллиант узнал имя нового соперника. Владислав Туйнов сразится с Рассаном Мухареба в Словении. Поединок намечен на 16 сентября. Центром очередного боксерского турнира «Столкновение легенд» определен город Копер. Соперник Туйнова вновь непроходной. В активе Рассана Мухаребы 132 боя, из которых 100 победные. Он чемпион мира по кикбоксингу по нескольким версиям, а также чемпион Дании по тайскому боксу. Сможет ли расколоть Владислав опытного боксера, узнаем уже в начале осени. Региональная общественная организация «Флоту Быть» вместе с Болховским отделением Союза Советских Офицеров отметила День Нептуна. Это был праздник, проведенный в тестовом режиме. Ведь моряки, проживающие на Орловщине, планируют устроить его в следующий раз уже не как между собойчик, а как представление, быть может, даже городского масштаба. Сергей Быковский продолжит. Мореманы из числа орловских общественников, приписанных к организации «Флоту Быть», заручившись симпатиями Болховского отделения Союза Советских Офицеров, зашли очень далеко. Аж за экватор. По поведению моряков, именно при пересечении экватора на борту появляется царь водяного государства со своими штучками. Нашему владыке, царю морскому Нептуну, по команде 5-7 троекратно. Ура! 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 Я чувствую и слышу, что флот на боевом посту в Орловской области. Не беда, что в Болховском районе на пруду у села Злынь наблюдается дефицит экваторов. Это совсем не причина отказываться от традиций и от празднования Дня Нептуна. По сути, это же карнавал, водное представление со своим обрядом посвящения. Чего ж отказываться? А-ха! Вот он я! Я Нептун! Морское чудо! Орловские моряки уже второй год подряд превращаются в морские чудо, в Нептуна и в его свиту из русалок, пиратов и чертей. В отличие от туристов и населения пионерских лагерей, тоже празднующих этот день, именно моряки знают, как делать это правильно. Как делали они это, например, во Владивостоке. Я готовил состав барабанщиков, 64 человека, которые открывали этот праздник. Здесь же, на пруду, праздник прошел по усеченной программе, как яролаж, с демонстрацией всевозможных талантов участников, с конкурсами и рядом соревнований. Например, по рыбной ловле и по скоростному заплыву на резиновых лодках. Почему же все проводится именно здесь? Спрашиваем мы полковника морской пехоты, отложившего трезубец. Не даром мы выбрали именно этот населенный пункт, потому что в июле 43-го года эту деревню вместе с другими войсками освобождал полк морской пехоты, Тихоокеанского флота. Здесь проходили они в сторону Карачева и так они дошли до Калининграда. Здесь и в захоронении также находятся моряки-тихоокеанцы. В этот раз орловских мариманов подвела погода и отсутствие нужных связей, затянутых крепким морским узлом. Их связи и узлы они и ищут, чтобы в будущем День Нептуна провести, быть может, уже при поддержке разнообразных администраций, музыкальных коллективов и спортивных команд. Моряки уверяют, День Нептуна при должном подходе вполне может оказаться не просто водно-спортивным праздником для бывших краснофлотцев, а мероприятием городского масштаба с гульбой и барабанами. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. 29 июля состоится дебютный концерт группы «РГ». Драйвовый, русский, рок-н-ролл с интригующими текстами, возможно, станет настоящим музыкальным открытием для орловского слушателя, а потом и для всей России. По крайней мере, в этом уверены сами музыканты. Алина Логотина продолжит. Задача стать лучшими музыкантами, рок-музыкантами страны, лучшей рок-группой. И чтобы на наших концертах всегда был аншлаг, наши песни любили. И вообще русскоязычное население мира всегда с удовольствием ждало наших выступлений, а мы будем писать новые песни. Да, мы пишем только на русском языке, естественно, но в стилистике рок-н-ролл, рок-блюз. Идея привнести в мир музыки что-то новенькое, что-то свое, пришла год назад. Западный рок люди воспринимают немножечко не так, как надо бы. Не понимая текста, они это воспринимают просто как музыку сплошную. А у нас тексты. А голос как инструмент дополнительный. Да, голос как инструмент в той музыке. А у нас тексты. Тексты о любви. О любви. Очень много любви. Ну, это вечное. Каждый день на протяжении целого года музыканты творили, писали песни, репетировали, оттачивали собственный стиль и подачу. Как итог, первый дебютный альбом в отрыве готов. И 28 композиций про разные грани человеческих чувств уже ждут своего благодарного слушателя. Воду чуть больше литра, рубеже взглядом в полу. Орловчане с группой Рыбкин-Громов, сокращенно РГ, практически незнакомы. Разве что кто-то случайно мог наткнуться на группу в социальных сетях или увидеть афишу, которая, кстати, весьма провокационна. Там неоновые огни. Там нет реального изображения. Там только вызывает ассоциативный ряд. Ну, разве красивая женская фигура музыка может вызвать что-то негативное? Не знаю. Господь нас создал, чтобы мы любили женщин. И когда красивая женщина, это всегда приятно. Лирика, тексты песен группы РГ также весьма откровенны. Музыканты считают, что не нужно стесняться своих чувств и просто жить, наслаждаясь тем, что происходит. Жди меня, и мои отравления. Жди меня, мечтай, а ну и я. Жди меня, и просто звони. Послушать песни группы РГ «Живьем» любой желающий может уже в эту субботу на площадке Конгресс-холла ТМК «Грин». Рок-н-ролл для тех, кто любит любить. Это наш слоган. И я думаю, все люди поймут. Любите друг друга и будьте счастливы. Алина Логутина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Внимание жителям! В Орле ищут пропавшую пенсионерку. 77-летняя Анна Матвеевна Макарова ушла из дома 21 июля. До сих пор никакой информации о ее местонахождении нет. К поискам женщины уже подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Приметы. Рост 163 сантиметра. Среднее телосложение. Волосы короткие, рыжего цвета. Глаза карие. Хромает на левую ногу. Была одета в платье синего цвета. Кожаные белые летние туфли. С собой имела холчевую сумку цвета хаки. Женщина может быть дезориентирована и нуждается в медпомощи. Всем, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей пенсионерке, просьба сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 102. И на этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 76 10 28 и 508 0 88. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obl1.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Натуральный кофе «Любо Оригинал». Обладает насыщенным вкусом с приятными фруктовыми нотками. Подарит вам заряд эмоций и вдохновения для новых совершений. Всегда хорошие новости с кофе «Любо Оригинал». Пау Орелстрой и Сбербанк представляют специальную летнюю акцию. Ипотека от 8%. Да-да, теперь вы можете купить квартиру с отделкой под ключ по ставке от 8%. 63 30 26. 63 30 26. Задумал стройку? Не знаешь, с чего начать? Орелстройиндустрия предлагает полный спектр бетонных изделий. Более 500 наименований типовых конструкций, а также конструкции по индивидуальным чертежам. Орелстройиндустрия. С нами любая стройка будет вам по плечу. Наш адрес город Орел. Крамское шоссе 21. Телефон 72 20 21. Живете в мечтах об отпуске? Все, что нужно для отдыха, вы найдете в супермаркете «Порядок». Сланцы 179,90. Коврик пляжный 419. Полотенце пляжное 419 рублей. Супермаркет «Порядок». Сравните наши цены. Здравствуйте. Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Это просто невероятно. Пожалуй, эта среда станет одним из самых жарких дней этого лета. Что еще более удивительно, дождя тоже не будет. И скоро вернемся к более подробному прогнозу. Натуральный кофе «Либо Оригинал» обладает насыщенным вкусом с приятными фруктовыми нотками. Подарит вам заряд эмоций и вдохновения для новых совершений. Кофе «Либо Оригинал» поднимет настроение в любую погоду. И к прогнозу. В среду в Амцентске солнечно, без осадков. Плюс 27. Ночью плюс 16. В Ливнах также солнечно, без дождя. Температура, наверное, впервые за лето. Плюс 28. Ночью плюс 16. В Охове также солнечно и без осадков. Термометр покажет плюс 27 днем. Ночью плюс 16. В Орле облачно с прояснениями. Дождя синоптики не обещают. Температура плюс 28. Ночью 17 градусов тепла. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Что на границе нормы. Это был самый жаркий прогноз на среду. А мы всегда с вами на Первом областном. Книжно-канцелярская компания «Оптимист» объявляет мега-акцию. С 1 мая до конца сентября. А уже 30 сентября будут разыграны 28 супер-призов. Один из счастливчиков станет обладателем автомобиля «Лада Гранта». Сеть магазинов «Сантехтепло». Оборудование для водоснабжения и отопления вашего дома. Щипная площадь, дом 7. А теперь важная информация для школьников и их родителей. С мая по август в магазине «Учебный коллектор» работает отдел поддержанных учебников. Только три дня в неделю. Вторник, среда, четверг. С 15 до 18. Телефон для справок 75 29 11. Магазин «Гиросмарт». Гироскутеры и квадрокоптеры – самые выгодные предложения. Приезжайте и заказывайте. ТМК Грин возле МВидео. Отличного вам дня и превосходного самочувствия. До новых встреч. Дорогие друзья, Орловский учебный коллектор предлагает широкий выбор школьных учебников для всех классов общеобразовательной школы. Учебно-наглядные пособия и школьно-письменные принадлежности. Действует накопительная система скидок. Грандиозная акция от «Оптимиста». С 1 мая по 30 сентября. Соверши покупку в магазинах сети «Оптимист» и участвуй в розыгрыше множество призов. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Сеть магазинов «Сантехтепло». Котлы, колонки, фитинги, трубы, радиаторы, смесители, мебель для ванной комнаты от производителя. Акция – газовый двуконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания «Бош» за 25 220 рублей. Радиатор литой алюминиевый «Аллекорт». Одна секция – 240 рублей. Магазин «Сантехтепло». Щипная площадь 7. Компания «Гиросмарт» в Орле предлагает гироскутеры, квадрокоптеры, запчасти к ним различных цветов и моделей. В наличии под заказ доставка от 3 до 5 дней. А также ремонт и прокат изделий. Гарантия качества. В день покупки именинником скидка 1000 рублей. «Гиросмарт», Крамское шоссе 4, ТМК «Грин», первый этаж.